МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рост инжиниринг имеет сварочные участки, сборку адаптеров и комбайнов, а также конвейнерную линию тракторов. Один этап выпуска техники составляет 1,5-2 часа. Мощность предприятия – 8 комбайнов в сутки. На предприятии трудятся около 160 человек. Каждый из них знает свою работу от и до. Один из самых ответственных участков – полный цикл обработки листовой стали. Этот уникальный процесс возможен не на всех заводах страны. На завершающем этапе выпуска комбайнов проводят его технические испытания. Главный ориентир для работы – это агрария. Им должна быть передана качественная техника. На сборочных участках у нас работают 40 человек-слесарей-сборщиков, которые распределены и специализируются каждый по своему направлению. К примеру, бригада агрегатчиков, которые устанавливают двигатель, моторную силовую установку. Бригада по установке наклонных камер. Отдельное внимание надо уделить, что мы углубляемся в процесс не только мелкоузловой сборки, но также выполняем обработку листовой стали. Скандал вокруг кирпичного завода разгорелся в Туркестанской области. Еще в прошлом году порядка 20 местных жителей купили кирпичи. Вот только через некоторое время руководитель предприятия исчез, а стройматериалы жители так и не получили. Не возместили им и потраченные деньги. Сумма заказов составила почти 40 миллионов тенге. В то время, чтобы вернуть свои кровные, говорят пострадавшие, слабо верятся. Но с последней надеждой все-таки собрались сегодня у офиса компании по производству стройматериалов. Ей принадлежит тот самый кирпичный завод. Правда, представители фирмы говорят, что помочь обманутым покупателям ничем не могут. Якобы завод на момент совершения с ними сделки находился под управлением арендатора. Представители ТОО, которому принадлежит завод, говорят, что пострадали так же, как и жители. Мол, арендатор накопил многомиллионные долги по аренде и пропал. По словам юристов, выход из ситуации есть. Для этого все пострадавшие должны массово обратиться в суд. Только в таком случае в отношении недобросовестного арендатора завода, возможно, могут возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности. Наша компания тоже в числе пострадавших. Арендатор должен нам 76 миллионов в тенге. Чтобы решить вопрос, мы обратились в экономический суд. Товарищ с органической ответственностью НУРСТОВЛТД обратил суд с иском к ответчику ТОШЕХ КЗЛТД о взыскании задолженности и материального ущерба в размере 76 миллионов в тенге. В настоящее время исковое заявление принято производство суда и возбуждено гражданское дело. Республиканский педсовет перед учебным годом – традиционное событие. В этот раз пригласили более 800 человек. Ректоры, преподаватели вузов, учителя школ со всей страны. Задача у всех одна – не только обучать, но и воспитывать подрастающие поколения. Президент поддержал проект «Родительские университеты». Это площадки для родителей и учителей, где можно вместе решать спорные вопросы воспитания детей. Лукашенко поручил закончить эксперименты с учебниками. Это касается подачи материала и оформления. Они должны быть понятными школьникам. Лукашенко настаивает на перезагрузке образовательного процесса. Говорит о повышении статуса учителя. Педагог должен быть примером для учеников и авторитетом для родителей. Эти и многие другие положения закрепят в новой редакции Кодекса об образовании. Вскоре он поступит на рассмотрение президенту. Повышение престижа профессии преподавателя и учителя – вопрос не только системы образования. На таких специалистах держится экономика страны, подчеркнул президент. Стратегической задачей государства – их поддержать. Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому – это патриотизм. В этом понятии много смыслов. Любовь к родине, уважение к достижениям прошлого, стремление внести свой вклад в историю страны. Только за неделю в Центр травматологии и ортопедии поступили более 600 пострадавших в автокатастрофах. Операции проводятся каждый час, хирурги помогают пациентам. Однако половина из пациентов, возможно, лишится здоровья на всю жизнь. За полгода в Кыргызстане произошло около 4000 аварий. Погибло 390 человек. Каждая восьмая жертва – ребенок. Бороться с нарушителями власти решили с помощью камер, видеонаблюдений и рейдов. Чаще всего аварии происходят из-за тех, кто превышает скорость. Также виновниками ДТП становятся нетрезвые или уставшие водители. Больше всего аварий происходит на междугородних дорогах и с участием такси. Частные извозчики комментировать ситуацию отказались. Сказали лишь, что они вынуждены работать без отдыха, чтобы обеспечивать свои семьи. Мы проводим разъяснительные беседы с водителями. Мы не карательный орган. Но, конечно, штрафуем за нарушения. Главная цель – предотвратить аварии. Кто-то относится с пониманием к нашей работе, прислушивается к нам. А некоторые водители, особенно ночью, даже не останавливаются и едут дальше. Продемонстрировать огневую мощь вооруженных сил России и экспортные возможности ее обороны и промышленности призван военно-технический форум «Армия-2021». Он проходит в парке «Патриот» в подмосковской Кубинке. Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству объяснил, почему по продажам вооружений России все больше отстает от Америки. Россия намерена направить ресурсы на разработку беспилотных летательных аппаратов, которые он назвал оружием будущего. Пока же самым узнаваемым в мире ее брендом остается автомат «Калашникова», принятый на вооружение в СССР еще в середине прошлого века. На форуме сообщалось, что вызванный пандемией экономический кризис не повлиял в 2020 году на зарубежные заказы на российское вооружение, объем продаж которых составил около 50-55 миллиардов долларов. Наши конкуренты, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются нас вытеснить с традиционных рынков. Мы находим сегодня пути преодоления тех санкционных, абсолютно недружественных и недобросовестных действий со стороны США лучшим образом. Мы отходим во взаиморасчетах от долларов. В сентябре японский автоконцерн «Тойота» сократит производство по всему миру на 40%. Согласно июльскому прогнозу, компания рассчитывает произвести в следующий месяц около 900 тысяч автомобилей. Однако из-за проблем с поставками чипов из Юго-Восточной Азии сократил их плановое количество до 500 тысяч. Как сообщается, концерн временно приостановит работу расположенных в Японии 27 производственных линий. При этом зависимость от завода «Простой» продлится от одного дня до нескольких недель в период с августа по сентябрь. На ситуацию повлияло резкое увлечение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, из-за которого увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнение процесса закупки запчастей. Картонные гробы вместо деревянных теперь делают на Шри-Ланке. Из-за эпидемии коронавируса похороны становятся тяжелым временем для малоимущих семей. А картонный гроб в шесть раз дешевле деревянного. Идея принадлежит чиновнику. Здесь же работает завод по производству бюджетных гробов. На фабрике используют картон, сделанный из вторсырья. На сборку одного изделия уходит полчаса. Гроб выдержит вес до 100 килограммов. Стоит 22 доллара. На Шри-Ланке умерших в основном кремнируют. Картонный гроб сгорает быстро, так в атмосферу попадает меньше углекислого газа. К тому же вырубают деревьев меньше. Фабрика выпустила уже 350 картонных гробов. Сейчас здесь делают еще 150, а заказы продолжают поступать. На острове с конца года растет количество зараженных коронавирусом. В общей сложности здесь выявлено более 390 тысяч случаев. Новая вспышка вызвана распространением дельта-штамма. 20 августа власти на полторы недели вели жесткий локдаун. А на следующий день в стране зарегистрировали 190 смертей за сутки. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Полгода назад мы представили образец городскому совету и получили его одобрение. Во время распространения коронавируса людям стало трудно покупать дорогие деревянные гробы. Десятки людей остаются за пределами аэропорта Кабула, надеясь на возможность безопасно покинуть страну. Менее чем через неделю после полного вывода американских войск западные страны пытаются ускорить эвакуацию. Накануне госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты продолжат содействовать вывозу американских граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывода оттуда своих военнослужащих – 31 августа. Однако, несмотря на заявления Вашингтона, талибы, как сообщается, уже блокируют доступ к аэропорту. Повседневная жизнь при новой власти пока не налаживается. В среду в Афганистане снова открылись банки, но снять деньги все еще проблематично – выдают лишь небольшие суммы. Начался дефицит наличности, что замедлило темпы торговли и вынудило ряд предприятий закрыться. Эксперты говорят, что страна оказалась на грани финансового коллапса. У нас нет крайнего срока для оказания помощи оставшимся американским гражданам, решившим уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотели уехать, но не смогли этого сделать. Эти усилия будут продолжаться каждый день после 31 августа. Талибан взял на себя государственные и частные обязательства по обеспечению и разрешению безопасного прохода для американцев, граждан третьих стран и афганцев, находящихся под угрозой после 31 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин